Всем сердечный привет из Северной Ирландии! В нашей семье очень большая и очень радостная новость. 23 августа у нас родилась новая доченька, пятая по счёту девочка. Назвали мы нашу малышку Лидия в памяти моей покойной бабули и в честь святой равноапостольной Лидии, которая упоминается в деяниях апостольских. Чуть больше недели назад мы нашу малышку крестили. Крестили мы её в Дублине в румынском православном приходе. Детей рожать может любой человек, но для меня самое главное – это, что все мои дети крещённые. И вот мы на прошлой неделе крестили маленькую Лидию в православном храме в Дублине. И вот это момент осмысления, потому что, на мой взгляд, самый главный поступок, который я совершил, наверное, в свою жизнь – это было моё крещение. Когда мне было 25 или 6, неважно, но это был момент, когда я действительно переродился. И каждый раз, когда я присутствую на крещении новообращенных, взрослых или на крещении своих собственных детей, я начинаю всё переосмыслять. Да, именно о крещении мы хотели поговорить, потому что, когда по всему миру происходят вот такие потрясения, катаклизмы, землетрясения, войны, наводнения, хаос, экономическая нестабильность и так далее, делать просто какие-то милые видео о том, как родился ребёнок и как мы счастливы или несчастливы, или не знаю, это, на наш взгляд, это очень мелко и даже неправильно. Надо, наоборот, пытаться поддерживать людей, которые каждый из них думает, что только у него в стране происходит вот это горе. Дело в том, что мы общаемся с людьми из самых разных стран – Запада, Востока, Севера, Юга, и везде говорят одно и то же. Хаос, бездна, нестабильность, опасность, войны, смерти, болезни. И вот это заставляет действительно думать о действительно самых главных поступках, которые человек совершает в своей жизни. И вот во время таинства крещения сам крещенный или его крестный отрицает сатана и принимает как вера в Господа Иисуса Христа. И вот каждый раз, когда я присутствую на таинству крещения, я вспоминаю, как я тоже это делал, как я читал потом символ веры, как до этого я смотрел в сторону Запада и плюнул три раза. И священник даже попросил, чтобы я плюнул по-настоящему. И это, конечно, радостные моменты крещения в Капернаумском храме в Тивериадском озере, то есть это Галилейское море. Это замечательные воспоминания. И ты постоянно думаешь, выполняю ли я эти обеты или нет. И это, мне кажется, должен быть главный ориентир для всех христиан. Мы же отрицаем сатана, мы отрицаем его поступков, мы отрицаем его действия, и мы должны пытаться, чтобы у нас был ум Христов. И, в принципе, несмотря на все недостатки, я так и пытаюсь и воспитать своих детей. Это единственный ответ, который я могу дать на все эти невозможные вызовы, войны, трагедии. И мы живем действительно в трагическое время. Это нельзя отрицать. Эти кадры – это не Мариуполь и не Николаев. Это наш Израиль. В эти дни происходит страшная, совершенно беспрецедентная атака террористической партии Хамас на израильские города. Такого еще не было за всю историю Израиля. Летят тысячи ракет на центр страны. Сирены звучат даже и в Русалиме. На юг страны, естественно, летят ракеты. И также наземную операцию палестинцы совершили. Террористы прорвались из сектора Газа в поселения израильские, которые находятся на юге Израиля. Захватили в плен десятки людей. И неизвестна их судьба до сих пор. Уже сотни погибших и много сотен раненых. С отрицания сатаны и начинается таинство крещения. То есть с того, что человек добровольно выбирает поклоняться и служить Христу. Кроме того, происходит и еще одно очень интересное изменение уже после таинства крещения. Изменение во внутреннем устройстве человека. Об этом очень хорошо сказал святой преподобный диадох Фатикийский в своей книге «Подвижнические слова». Он пишет так. «Прежде крещения благодать совне направляет душу на добро, а сатана гнездится в самых глубинах ее, покушаясь преграждать уму все правые исходы. С того же часа, как возрождаемся в крещении, бес бывает вне, а благодать – внутри». Таким образом, каждый крещеный человек несет в сердце своем печать Духа Святаго, которое дается ему в таинстве миропомазания, которое в нашей православной церкви идет вместе с таинством крещения. И вот таким образом, когда человек тепло вспоминает о Боге, то чувствует, что божественная любовь как бы потоком исторгается из самой глубины сердца. И даже если дьявол нападает на телесные чувства, использует наши немощи, тем не менее действует он только на нашу плоть. И не подвластен он уничтожить или исторнуть из нашей души эту данную уже при крещении благодать. И вот мне кажется, что слова Диадоха Фатикийского, хоть он писал это про душа христианина, про личного человека, про одного личности и его выбора, но мне кажется, что это можно также применять по отношению к целым нациям и даже к церквям. То есть потому что хоть благодать Духа Святого существует в церкви и в ее таинствах, но враг все равно действует, как будто отвлекает ее из внешних сил. И таким образом даже церковь, как индивидуальный христианин, который не выполняет свои обеты, также целая община или даже целый народ может в принципе впасть в прелести. И несмотря на то, что благодать Святого Духа все равно действует внутри, он принимает вот дьявольские поступки. И это тогда, когда религия становится болезнью. Об этом мы говорили подробно в нашем последнем видео. И некоторые писали нам, почему вы молчали, почему вы не говорили о таинствах, о причастии. Без причастия ничего нету. И как бы дело в том, что вот один видео мы делали про то, как религия – это болезнь. А этот видео – это о том, как религия может стать лекарством. И она может стать лекарством, но это когда религия – это не просто идол, это не просто ритуал, а действительно это действие, которое имеет сила и имеет значение. Человек отрицает плохие дела, отрицает дьявола и приходит действительно к Богу. Потому что если человек не совершает эти поступки, тогда, даже несмотря на то, что эти таинства, как причастие или как крещение и причастие, они действенны, но они все равно будут бессмысленны. Они будут не давать те результаты, которые они могут давать. Конечно, потому что если человек, приняв крещение, остается абсолютно безразличным и до конца несведущим в том, что с ним произошло в момент крещения, не осознает тот дар, который он получил, то этот дар так, собственно говоря, не познанным, не освоенным и остается в его душе. И на самом деле мы как пилигримы, мы как паломники на нашем жизненном пути. И вот первый шаг на пути любого христианина, наверное, и есть, заключается в том, чтобы осознать обеты своего крещения, осознать тот дар Духа Святаго, который в нас есть. Понять, что этот дар – это призыв к реальному, каждодневному исполнению заповедей Божьих. То есть это нам дано для того, чтобы мы могли при содействии, при помощи благодати Божией каждый день трудиться в том, чтобы стать его учениками, чтобы действительно жить Евангелием и действительно становиться по-настоящему его друзьями, его учениками. Не номинально, только по названию или по нашей культурной традиции. Ведь можно быть христианином, и, собственно говоря, христианство будет для тебя идеологией. Или, например, национальной твоей религией, поскольку ты рожден в православной стране или даже в православной семье, но так и не станет твоим личным путем. И тогда получается очень страшная штука. Такой великий дар, дар Духа Святаго, который мы в крещении принимаем и который до конца дней наших остается с нами. Никуда Господь его по своей милости не отбирает. Но он как бы лежит бесполезным грузом. То есть фактически мы не пользуемся той возможностью приближения к Богу, которая нам в Тайстве Крещения дана. И тут, конечно, как родители задумываемся еще и еще раз, какая огромная ответственность лежит на нас, когда мы крестим детей в младенческом возрасте. Вот многие, например, христианские церкви не крестят детей в младенчестве, считая, что такой шаг должен быть морально осознанным выбором. И я понимаю такую точку зрения, но однако не могу ее принять, потому как спасение человеческой души, духовный путь человека, это ведь не только его личные усилия, его энергия, его добрая воля, его моральный выбор. Это сотрудничество с Богом. И, соответственно, через Крещение младенчика мы как бы закладываем первый камень, мы как бы даем Богу первое слово, мы как бы даем ему карт-бланш действовать, что ли. То есть мы иными словами сразу ставим нашего малыша, нашего нового человечка на этот путь, который он будет идти вдвоем с Господом. Когда заходишь в храм, все, что там есть – пение, церковные литургические гимны, тексты, иконографии, облачение священников, все, что есть вокруг, это все, в принципе, земное, но все эти земные образы – это все для того, чтобы образ Христовый как бы впечатлить его в нас. Также все таинства, по сути дела, это все для того, чтобы мы могли приобщаться к богочеловеческой тайной Христовой, то есть к его богочеловеческой личности. Чтобы по этому пути пройти, надо креститься и надо причащаться. И все остальное, что есть, я говорю тут про православного храма, это действительно для того, чтобы человек мог все это укрепить внутри себя, в свое сердце, в уме, и чтобы также это все стало телесной и нераздельной частью его бытия. Да, эти мысли и мне очень близки, потому что, особенно став мамой, став мамой в пятый раз, я опять и опять задумываюсь о будущем моих детей. Естественно, как любая мама, хочу, чтобы у моих детей была нормальная жизнь. Я не говорю, чтобы они были богатыми или успешными, но чтобы просто в их жизни не было войн, чтобы их жизнь прошла тихо под покровом Божьей благодати, чтобы не было тяжелых потрясений. И когда мой мозг мечется и думает, ну а как, как это достичь, что сделать для того, чтобы это так было, я начинаю понимать, что путь к этому счастью лежит не вовне, а изнутри. Если изнутри мои дети в своем сердце будут искать Господа, будут стремиться жить по Его заповедям, то вот там внутри, как говорил Максим Исповедник, помните же, хочешь достичь Царствия Небесного, затвори дверь сердца твоего, войди вовнутрь, и там найдешь лестницу на небо. Так и есть. Вот если изнутри они будут в сердце своем со Христом, то что бы ни происходило вовне, в их жизни, они будут счастливы, потому что только там, внутри себя, можно обрести этот покой, потому что дар Духа Святого живет внутри нашего сердца, а не где-то вовне, в каких-то красивых храмах или соборах, или в какой-то конкретной географической точке, у какого-то конкретного камня, или в какой-то конкретной стране, или среди какого-то народа. Дух Святой живет внутри сердца человеческого, получаемый дар Духа Святого через святое крещение. И дальше уже как бы от нашего взаимодействия с Богом, от нашего усердия, во многом зависит, получается, наше счастье. Вот так вроде бы просто. Это не просто, конечно, но, по крайней мере, этот путь, он очень ясен, и он единственно верный. Это то, что сказано и в Евангелии, и то, чему нас учит, по сути, святая церковь. Главное – это осознать. И этот выбор правильный сделать для своих детей и учить их этому на протяжении их жизни, теперь уже, вот, после крещения. Что я могу сказать? Я еще думаю про отцовство и про материнство, и о том, что до сих пор, несмотря на все революции, потрясения, феминизм и так далее, все-таки большинство президентов в мире – мужчины, большинство бизнесмены – мужчины, и получается, что виноваты во всем этом безобразии в основном мужчины. Значит, я смотрю в себя и пытаюсь понять, что такое ужасное, почему мы такую, как бы, действительно, ерунду делаем все время, как бы, да, вот в нашей песочнице, в которой мы играем, как бы, мальчики, да, почему такое безобразие, действительно. Дело в том, что мужчинам очень свойственно, как бы, желание решить проблему. То есть, есть какая-то, как бы, проблема, надо ее немедленно решать. То есть, как бы, может быть, женщина начнет плакать, или переживать, или будет в панике, или, я не знаю, как бы, мужчинам необходимо преодоление вот этой трудности, да. Вот тут не только о войнах я говорю, тут и про бизнесмены, и про писателей, и про композиторы. К чему я иду? Мы, когда видим проблемы, хотим ее сразу решать. Вот дело в том, что часто, когда мы пытаемся вот это бороться против зло, или решить проблемы, мы создаем новые проблемы, потому что мы поступаем не по-божески, даже если нам так кажется. Так что, что я думаю? Нам надо хорошо задумываться о том, что нам надо творить и менять мир не внешно, а внутри. Получается, надо иметь вот этот внутренний покой, не бояться смотреть не только вот на врага, который находится где-то там, а на врага, который находится вот здесь, у нас, в сердце. А ребенок наш спит. Спит, как Пастернак писал, как только в раннем детстве спят, безмятежно, сладко, покойно, не ведая никаких земных бурей. Как же хочется, чтобы вся жизнь этого маленького человека и всех других младенчиков, которые сейчас в мире рождаются, была в другом, более спокойном, разумном, добром мире, чем наш. Но как мы понимаем, как верующие люди, как христиане, что, к сожалению, наша земная жизнь – это вечная духовная борьба. И избежать ее невозможно, можно только сделать в ней правильный выбор. Вот о чем, наверное, мы и хотели сегодня поговорить с вами. И на этом будем прощаться с надеждой на скорую новую встречу. До свидания, друзья!